Юр, как ты думаешь, бывает дружба между парнем и девушкой? Вот это мы и попытаемся узнать сегодня. Привет! В эфире программа «Выбери меня». Программа для тех, кто не боится выразить свою симпатию. И сегодняшняя героиня нашей программы – Анаит. Встречаем! Анаит, расскажи немножко о себе. О себе я могу сказать только то, что я студентка четвертого курса факультета журналистики. Это уже подразумевает какие-то определенные интересы. Это журналистика, литература и еще раз журналистика и литература. Анаит, какими качествами, по-твоему, должен обладать настоящий мужчина? Этот человек в первую очередь должен быть интересен. Вот вообще вот весь полностью интересен, чтобы с ним было интересно и разговаривать, и посидеть, и помолчать. А так, что, какие определенные качества, не знаю. Время встретить первого участника. Встречаем! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста, ваши интересы, хобби, увлечения. Меня зовут Саркиз. Мои интересы в основном спортивные. Люблю спорт, больше всего футбол. Также увлекаюсь машинами и разными наворотами на машины. В какой категории людей ты относишься? Дон Жуан, Казанова или Ромео? Ну, вряд ли я могу правильно ответить, но, как многие говорят, иногда меня сравнивают с Дон Жуаном. А при знакомстве с девушкой, на что в первую очередь ты обращаешь внимание? На ее внимание ко мне. Самый безумный поступок в вашей жизни? Я, кстати, этот поступок сделал недавно. Я просто одной хорошенькой девушке, которую узнал недавно, отправил из Еревана в Самару цветы. Все такое интересное. Розы? Естественно, красные, большие. 100 одна? Нет, голландские 7 штук. Денег не хватило? Не надо затрагивать эту тему. Понятно, спасибо. Встречаем следующего участника. Кстати, ты можешь идти, да? Ставься, пожалуйста. Меня зовут Араик. Я учусь на третий журналистики, третий курс. Араик, что ты не приемлешь в отношениях? Неравноправие. А к ревности как относишься? Нормально, если это входит в угаде дозволенного. Но если это не перебарщивают люди, не бьют друг друга, не устраивают истерики и так далее. Опыт есть такой? Да, к сожалению. Можете просить предательства? Посмотря какое. Предательство бывает разным. Ну, если человек дорог, то я думаю, что, скорее всего, да. Измен. А как относишься к мнению родителей при выборе спутницы? Ну, просто у меня такие родители, что они мне никогда ничего не скажут. И я могу выбрать кого угодно. Так что для меня это не играет никак. Спасибо, Араик. Мы встречаем последнего участника. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Иральзал. Студент четвертого курса ЕМО. Как вы поверите себя, если вам и вашему другу понравится одна и та же девушка? Я уступлю. Представьте себе ситуацию. Вы поругались, при этом ваша девушка не права. Позвоните ли вы первым? Однажды одна женщина мне сказала, любовь не знает гордости. Может, и позвоню. Ты тоже смотрел этот фильм? Нет. Понятно. А может, у нашей девушки есть вопросы? Ну, вопросов нет, но... Хочу сказать, что очень приятно с вами познакомиться. Я вас... Да, не знала. Последний вопрос. А что вас может оттолкнуть в девушки? Гордость, высокомерие, надменность и тупость. Спасибо. Анна, пришло время делать выбор. Доверься своему сердцу, оно тебя не подведет. И мы все ждем, какой... Что ты что-то ставишь перед этим? Тебе нужно просто пройти, выбрать, взять заручку и привезти, показать всем нам, кого ты выбрала. Ну, сказать мне нечего, хочу сказать, что трое участников просто прекрасные, мне ужасно, ужасно, сложно будет сделать выбор, но, наверное, я все-таки сделаю. Спасибо. Поздравляем нашу пару. Мы также дарим нашей паре два билета в музей имени Туманяна. Надеемся, что они хорошо проведут время. И только время покажет, к чему проведет это знакомство, к дружбе или к любви. А все это время с вами были Ася и Юра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, что я приехал. Ой, ага. Чтобы поднять рейтинг этой программы, мы сейчас устроим скандальную траку. Мы желаем нашей паре приятного времяпрепровождения и надеемся, что когда-нибудь они схожут друг другу. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...